Тут я поняла, что, наверное, я буду не так часто появляться, потому что мой новый статус теперь не совсем не позволяет быть такой свободный. В общем, расскажу такие последние новости, что вчера было по поводу имени. Ситуация, кто со мной был в прошлом году, помнит. У меня была точно такая же ситуация в прошлом году. Мы, конечно, так чуть-чуть напереживались. В этом году всё то же самое, хотя мы в прошлом году решили этот вопрос. В общем, что мне говорят в ЗАГСе? Мне в ЗАГСе говорят, вы находитесь в официальном браке, поэтому мы не можем вам сделать свидетельство о рождении, потому что мы не знаем, от кого ваш ребёнок. Ну, якобы, так как мы с мужем не расписаны, но я в разводе, чтобы вы понимали. Нет, у меня давно развод, и мой бывший муж уже давно в новом браке, и в браке обвенчан. Ну, то есть, понимаете, да? Но просто данных, записи почему-то нигде нет. ЗАГС, который нас расписывал, получается, уже работает только как ЗАГС, не выдаёт никакие свидетельства, не хранит никакие данные. И в итоге не могли найти ни решения суда, ни свидетельства о разводе, ни данных об акте. Плюс у нас был не один браковый, их было несколько. Один какой-то развод нашли, другой развод не нашли. И, в общем, я очень сильно расстроилась. Приехал муж со всеми документами, чтобы устанавливать отцовство, чтобы делать само свидетельство. Мы уже настроились, что сейчас мы дадим имя нашей малышке, и всё будет круто. А в итоге решали это с госуслугами, с МФЦ, с этим ЗАГСом. И я была просто в шоке, я реально очень сильно удивилась, потому что уже под конец, когда должна была быть выписка, я спускаюсь вниз, и муж говорит, ну всё, расписывайся за имя. Я говорю, как? Он говорит, ну вот так, я решил. Я говорю, в смысле, как ты решил? Спасибо мужу, который решает вопросы, которые я не могу решить, которые ещё связаны со мной, вообще с моим бывшим мужем. Короче, я сейчас буду решать этот вопрос, потому что если вдруг мне внезапно сделают предложение, то я не смогу даже выйти замуж, потому что мне скажут, что я якобы уже нахожусь в браке. Короче, вот этот момент нужно решить. Нужно поставить штамп о разводе, не знаю, где его теперь ставить. Нужно съездить все, оформить все вот эти свидетельства и так далее. То есть мы это получали, ну где это, непонятно. Короче, один вопрос мы решили. У нашей малышки есть имя, мы обязательно им поделимся, как только сделаем красивый ньюборн, и я обязательно выложу, расскажу и покажу. Имя необычное. Мне кажется, что мало кто угадает его. Очень красивое, вообще и очень подходит.